Ну что ж, в коем-то веке мы опять встретились. Прошло уже, по-моему, не знаю, несколько жизней прилетело. Да. С последней вот нашей дегустацией. Никто не потравился вроде ничем. Сейчас пост-хэллоуинская неделя. А локдаун имеется? Ты про это проплайп? Конечно, мой любимый. Конечно же, мы не могли не попробовать вот такое замечательное пивко. Это тыквенный эль. Называется Redneck. А.Ф. Брю у нас делает такую штуку. Я еще его не пробовала никогда. Давай-ка мы с тобой заценим. Патриотическое название такое. Да. Я повелась на баночку, если честно. Ой-яй-яй-яй. Это именно эль, а никакой не стаут со вкусом тыквы? Нет, это именно эльчик. И вообще, как тебе это же сезонка. Очень многие пивоварни делают тыквенные эли. Я обычно беру джавсовский, естественно, Ласт Пампкинс. Очень вкусный. Кстати, очень всем рекомендую попробовать. Вот. А вот этот еще ни разу не брали. Ну, давай глянем, что это такое. Блин. Сразу не пропускай. Семь. Короче, мы хотим еще знать, сколько все стоит. Каждый раз люди удивляются. Да. И за сколько мы смогли вообще такое найти? И сколько оно, соответственно, стоит? Взяли мы его в магазине Пробки. Стоит оно 199 рублей. Это за 0,33. То есть, ну, средний ценник. В принципе, Айф Брю никогда низким ценником не отличались. Они довольно дорогие. Ну, вообще, обычно это гарант качества. Давай проверим. Айф, я согласен насчет качества. Сейчас проверим на данном экземпляре. Ммм, а неплохо. Неплохо, неплохо. Теперь вы... Вот это Эль. А где же тыква? Да ты что, тыквенный пирог прямо. Просто есть такое понятие, как тыквенные специи. Это специи, которые добавляют обычно к тыкве, чтобы ее вкус правильно раскрылся. Потому что, по факту, она же просто такая клёклая и сладкая. Ну, сладковатая в основном ее сорта. Вот. К ней добавляют всякие специи. В основном это кориандр, корица, всякие гвоздики. Вот это вот все такое, немножко напоминающее Галентвейн, да, вот этот набор. Да, ну, все-таки пряные специи, чтобы и вкус раскрылся. Я чувствую четкую тыкву, весь набор специй. Но, что могу сказать, он намного слаще, чем... Но, менее плотный, чем джавсовский вариант Эльчика. Ну, к слову сказать, когда я сталкивался с тыквенными напитками, то, как правило, были какие-то такие пюрехи, либо стауты с тыквой, что тоже, ну, пюреобразная такая консистенция. Там прям тыква конкретно-конкретно была даже, причем сладкая. Ну, смузи там какие-то вот такие. Это совсем другая тема. Ну, если хочется тыквенного смузи, можно детское питание себе купить. Но я считаю, что Эльчик, он должен быть вот именно вот таким. Он совсем, ну, он даже не мутный, он прям прозрачный, очень красивый, янтарного цвета. Блин, у нас бокалы не позволяют показать зрителям. Ну, и ладно. Причем купите и попробуйте. Им просто интересно, как бухают люди. Да, я тоже поняла, да. Особенно какие-то мерзкие напитки, судя по отзывам. Ай, блядь, мой любимый от врат. Сейчас просто накидываемся, накидываемся. Да, и ты чувствуешь дух Хэллоуина, когда пьешь это пиво? Ну, скажем так, семерочку я ощущаю. Семерочку или дух Хэллоуина, Юра? Семерочку я тоже ощущаю. На самом деле, очень хэллоуинский напиток. И мне кажется, что в следующем году, когда будут все пивоварни снова выпускать кучу всех этих сезонок, нужно ими затариваться и отмечать как следует, как отмечают в Америке. В Америке очень круто отмечают Хэллоуин. Они тратят какие-то немыслимые деньги на то, чтобы на все весь этот антураж. Прям вообще очень рекомендую делать это так же. Потому что, блин, атмосфера офигенная. Эстетика у этого праздника очень классная. И если есть возможность пойти просто в магазин и взмутить какую-то атрибутику такую вот жидкую, блин, это же очень круто. За Хэллоуин? А я не знаю, что за праздник. С 31 на 1. Духи возвращаются на землю. Нормально. Будете отмечать, да? Да, так. Дома. По-домашнему. Этот Хэллоуин, я думаю, еще не скоро кончится. У меня это точно. У меня до Нового года будет. Давайте все веселиться, как в старые времена. С каким узлом ассоциируется данный напиток? Только не надо вот то, что он ассоциируется с Хэллоуином. Наверное, вот как бы прочувствовал вкус. Группы Хэллоуин? Нет, я ее не люблю. Нет, это действительно настроение Хэллоуина. Вот этот именно тыквенный пирог, который, кстати, на самом Хэллоуин я пекла в нескольких вариантах, у меня действительно это ассоциируется с каким-то Хэллоуинским узлом. Но какое Хэллоуинское узло? Это в основном это да любое сайка вообще, любое. Или какой-нибудь рейтро типа Фрэнк Синатра. В общем, что-то в этом духе. Пусть это будет просто мисфиц. Мисфиц крутые. А у меня ассоциируется этот напиток с командой Гослуанс. Есть такая. Это кто? Гослуанс. Если я правильно говорю, надо его так произносить. Гослуанс. А, понятно. Теперь ясненько. Это футбол? Это такой могильный сёрф, по сути дела. А, теперь понятненько. Угу. Команда. Банда ещё, скажи, блин. Бумер, блин. Пока мы не попробовали ещё само пивко, у меня, конечно, ассоциировалось это, ну, из-за названий, из-за баночки с Хэнком Уильямсом. Тьфу, ты бог, господи, третьим. С треком «Виски, weed and women», такой чисто реднековский, реднековское музло, сразу представляется трейлер, вот это всё, и какой-нибудь такой здоровый мужик, который грызёт мятлик во рту. Но вкус всё исправил. Ну что ж, сладость или гадость, как говорится? Сладость мы попили, переходим к гадости. Как обещали, на самом деле подписчики не подкачали, как бы все очень заинтересованы. Спасибо вам большое. Я там поторопилась, а вы сразу набросились, как коршуны. Охота крепкая, в стекле, в стекле, наверное, значительно лучше, чем в банке. Конечно, я только на это и уповаю. Господи, помилуй, помогите в жизни! Ну, перед тем, как... Ну, куда ты мне? Дожди. А туда не надо? Не надо. А, прямо из горла. Блин, из горла. А, подожди, здрасте, ты будешь пить? Нет, ты должен, ты должен. Ну, хорошо. К слову сказать, буквально на днях один наш коллега, коллега по программе, можно так сказать, продемонстрировал неплохой рецепт для того, чтобы не помереть от охоты крепкого. Он продемонстрировал рецепт. Вот, пожалуйста. Это, мне кажется, будет забавно. Вот так вот просто берем, вот охота крепкая, херачим в таз. Да, не забываемся катать домашка. Не забываем хрюкать при этом. Разрешите? Кисынька, еще капельку, да? Ну, типа давай. Это у нас основа, да, а это будет присадка, да, как вот в бензине. Да. Как вы думаете, лайм или грейхрут? Давай лайм тогда. Это не смущает? Нет. Совершенно. Мы будем добавлять сюда половник. Ага, всего-навсего. То есть рецепт прост, как, блин, просто 2 рубля, да? Вау. Без посуды. А мне что, это останется-то? Ну, конечно, ну что, уже жаля. Это братино называется, по-древнерусски, по-славянски. Да, по-славянски, по-викингски, как хотите. Ну, давай, да, умно-машевая. Согласитесь, так вкуснее. Это получилось практически, вот, даже вот женщинам бы понравилось бы. Напиток среди шампанского. Ну, почти как бы. Я уверена в этом. Ну что? У меня ладошки запотели. Сейчас начнется бог знает что. Что, серьезно, из горла прям пить? Вообще просто как бичара, да? Ну, 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 ну. Ты слышишь уже обрабанную дровь? Так, ладно, я уверена, что не так страшен черт, как его молюют. Не нюхать, да, лучше? Не надо глаза накрыть Ну что? Мало мрака хлебнуло Ой, тепленькая пошла Блин, вот что вам сказать, дорогие друзья Это вроде бы как бы вкус детства Что не делает мне честь, конечно же Но вот впечатление, что производители вот этого пива сварили, чан Попробовали и решили, что что-то слишком вкусно, короче, для обывал Поэтому поедем-ка мы на теплотрассу Возьмем шмотки бомжа, кинем в чан И лимпенизируем немного вот это все Вот тогда нормально Откуда вот этот душок вот Это вкус перегара То есть если тебе нужен перегар, вкус перегара уже концентрирован в бутылке Мне интересны обстоятельства, при которых кому-нибудь понадобится вкус перегара А на дыхни Можно сделать практически из чего угодно Лишь бы хорошо пилось Оно видно, что из чего угодно Это прям как крафт Вкус перегара Вещей бомжей Ватный фуфай Сладковатый Ватный фуфай Ватный фуфай Или, допустим, где переодеваются строители, бытовка Блин, знаешь, у меня даже прям вот, ну, помутнело в голове То есть прям дало Ты чувствуешь это? Накрывает не так, как обычное крепкое пиво Не знаю, вот мы семеро пили, да? Мы до этого тоже с тобой крепкие тестировали нормально Ну сразу есть такое Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна Все хорошо Нормально все? А, нормально, говорю, все? А-а-а Что, будем допивать? Зуш, ты прям вошел во вкус, давай Хорошо, с чем ассоциируется музыкальный? Ой, это даже думать не надо Это Сент-Вагена Дентата Бухать с бомжами А есть такая группа? Да, замечательная группа Михаил Шумный Твое здоровье Бухать с бомжами! Ой, не, кстати, давай не будем Ой, блядь, суждя Хорош У меня ассоциируется просто на ситуацию надо А то скажем люди А что скажут, что скажут, что тут в Гусинске ничего не сказал А бывало-то главный Ну группа любые, так точно Ха-ха-ха Ха-ха-ха Эй, веселей рабочий класс Ха-ха-ха Танцуйте, мальчики Любите девочек Ха-ха-ха 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 Крутая ассоциация, да Правда, жарко прям стало Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ха-ха-ха